Итак, всем приветики, мои хорошие. Сегодня у меня для вас вопрос-ответ. Я постараюсь сделать видео как можно длинным, болталку, потому что вы все очень сильно просили какое-нибудь длинное видео, где я буду что-то рассказывать. Вот. Но я решила поотвечать на вопросики. Не буду ничего вставлять в видос. Ну, вот вопросики, да? Вы их задаете, кто-то спрашивал их мне в инстаграме, когда я устраиваю, типа, вопросы на ютуб. Если вы проебались, то я не виновата, извините. Вот. Начнем. Было такое, что парень убегал от тебя. Нет, было такое, что я убегала от парня, я всегда от мужиков бегу, я всегда вообще, мне все не нравится, когда я общаюсь с людьми. Мне кажется, что меня, блядь, обманывают, мне кажется, что меня не любят, мне кажется, что я не нужна, мне кажется, что всем на меня все равно. А когда человек у меня слишком много вкладывается, мне кажется, что, блядь, он меня заебал, короче, у меня постоянно какие-то бзики, проблемы, потому что мне всегда кажется, короче, что что-то не так, короче, что всё не так, вот, мне всегда всё не нравится, меня это в себе раздражает, то, что я никак не могу найти место, блин, и не могу, ну вот, поверить там человеку до конца. У меня всегда какое-то подозрение, потому что очень часто, ну, подводили моё терпение, мою любовь, там, и так далее, поэтому, блин, это я, наоборот, убегаю от всех, постоянно. Какое твое самое худшее свидание? Моё самое худшее свидание, это, наверное, у меня их было в миллион, у меня было очень много мужиков и свиданий в целом. Ну, стабильных мужиков было три. Короче, ну, вот я вспомнила, одно я вам рассказывала, когда я через стол перелезала, убегала от чувака и под ёлкой пряталась, в прямом смысле. И он за мной бежал, он футболист, ещё такой скоростной, вообще, он такой урод, в прямом и в переносном смысле. В общем, была ещё ситуация, ситуация, я, по-моему, рассказывала, если нет, сейчас расскажу. Ну, кто знает, сори, Боря, я пошла в кинчик с чуваком, и, как бы, я сказала, ну, ого, там, давай разделим, как бы, ну, блин, нам было лет 15-16. Я говорю, ну, давай разделим, типа, я заплачу за себя. Он такой, нет, нет, нет. В итоге, ну, я второй раз ему, типа, говорю, да, блин, да ладно, ничего страшного. Он меня не стал убеждать, переубеждать, он такой, типа, да, окей, плати. Я заплатила, типа, за себя. И потом он такой, ой, погоди, ещё поссать схожу и вернусь к тебе нах, понял? Я такая, типа, понял. И мы в итоге сходили в кинчик. Я очень сильно хотела в киношку попасть, либо мне надо было проанализировать чувака, типа, я не верила, что он такой урод, потому что он же мне, ну, понравился внешне, типа, вот. Но в итоге, короче, он всё кино ко мне подкатывал, прижимался, хотел со мной поцеловаться и так далее. Но я, ну, я не была, типа, готова вообще к этому. И, короче, я слилась просто. Он меня потом, давай до дома провожу, давай, ну, пожалуйста, мне так понравилось. Я говорю, не-не-не, всё, пока-пока-пока-пока. И всё, я пришла, ну, вот, как только я от него отошла, я его сразу заблокировала везде. Кинула в ЧС абсолютно везде. Я, короче, мудак. Ну, реально мудак. Как можно было сказать, я поссать вообще? Скажи, там, у меня яйца чешутся, да? Скажи, там, у меня на письке раздражение. Или там, скажи, слушай, а ты хуй вообще сосала? Нет, вот, мне интересно, можешь сегодня вот так вот вечером после кино? Ну, типа, ты тоже думай вообще, что ты говоришь? Я же тебе не говорю, как мне лизать, правильно? Это мы потом разберёмся. Сама сяду, всё сделаю. Ты с детства считала себя пиздатой, как сейчас? Ну, конечно, нет. На самом деле, вот, признаться честно, нет, у меня хорошая самооценка. Действительно, все завидуют моей самооценки. Все говорят, Женечка не ажа пиздатая, охуенная. Но у меня, как у любого, блядь, другого человека, я тоже человек, бывают такие моменты, что, типа, я считаю себя хреновой, потому что мне кажется, что может быть лучше. И на самом деле я свой самый большой критик. Вот если мне напишут, что я, там, плоская, жирная, страшная, там, не знаю, губы, блядь, как у утки, там, хотя они маленькие, ребят, я хочу больше, они вообще у меня маленькие, реально. Я считаю так. Там у меня нос большой, ноздри, почему я дую? У меня такое строение, у меня привычка, типа, я когда напрягаюсь, разговариваю, я их раздуваю. Иногда они расслаблены, иногда вот так, ну, типа, я это не контролирую, понимаете? Вот, там, что у тебя лицо какое-то толстое и так далее, типа, пальцы, я не знаю, ноги, руки. Короче, я только сама себя вот задеть могу, меня никто не может задеть, мне всё равно, что, кто говорит, вообще, реально, всё равно, просто насрать, вот реально насрать. Мне плохо только, когда я начинаю сама себя, типа, угнетать. Вот тогда мне реально становится плохо, потому что, ну, я только сама знаю, за что себя можно задеть. И я, ну, вы видите, как я общаюсь с мужиками, как я могу на место поставить, я этим не хвастаюсь, просто, ну, навык такой. Вот. И я точно так же себя ставлю, вот, на место себе делу больно. Я не помню ни одного случая, чтобы мне как-то разбивали сердце, обижали. Меня невозможно обидеть, только вот я сама себя. Один мой взгляд на саму себя, если мне что-то не нравится в себе, всё, день испорчено, настроение испорчено, я свой самый большой враг. Вот это правда. Никто-то там, вообще никто. Мне, блядь, мне вот были мужики, которые говорили, там, мои, ну, знакомые, там, типа, школьные, там, эти одноклассники, да, вот они говорили, типа, там, вот и плоская, страшная. Ребят, честно, вот погрущу минут пять, а потом отпускала. Но когда вот я себе что-то начинаю припёздывать, вот рожение в зеркале или просто, вот тогда мне реально становится плохо. Потому что, ну, блин, не угнетайте себя, пожалуйста, сами. Вот это самое худшее. Не то, что кто-то тебе сказал. Если кто-то тебе что-то сказал, тебя можно переубедить, тебя лучше станет. Ну, реально, вот у меня очень много знакомых, которые обращают внимание на общественное мнение, и когда я с ними разговаривала, они сразу такие, ой, реально, и всё, реально, люди больше не комплексуют. Либо, ну, как ты вот им скажешь, им реально легче становится, их отпускает. Сука, если ты сама себя хуй сосить будешь или сам, ты не отойдёшь. Вот это, это уже в башке проблемы. Вот у меня в башке проблемы в этом плане. Я, может, попозже это буду лечить, пока что вроде справляюсь. Тебя с детства, так, с детства, ну, да, 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 любила я себя с детства, в любом случае, но всегда критиковала. Что делать, если я не полуяаюсь на фотках, как выглядит охуенно, не получается на фотках, как выглядит классно, как ты, тётя Джейн. Я норм в жизни. Ну, как получаться хорошо на фотках? На самом деле, ну, у меня тоже прыщики бывают на фотках. Я, в основном, редактирую, типа, прыщики, вот, на фотках, и могу немножко лицо приподнять, вот. Либо, ну, там, если мне где-то не понравилась, у меня рука какая-то супер большая, я даже кофты иногда делаю луже. Вот. Но не сильно, типа, это не меняет общую картину. Типа, если вы меня в жизни увидите, вы поймёте, что, о, она же худая. И просто на фотках, вот, есть такая вещь в фотках, да, ну, неудачный ракурс, там, типа, вот. Я этим тоже иногда страдаю, поэтому я хочу, чтобы вы не думали, что если вы получились плохо на фотке, значит, вы уебанули, уебанка. Просто, значит, нужно фоткаться много-много-много раз и найти свой ракурс, и всё. Не бывает некрасивых людей, бывает неправильный ракурс, и всё. Понятно? Если, просто вот, если вы, скорее всего, получаетесь плохо на фотках, потому что вы такие, быстрее фоткай, быстрее, быстрее, быстрее. И вам не нравится фоткать, потому что вы боитесь разочароваться в том, что будет у вас в телефоне, типа, потом пересматривать. И вы потом, и вы такие, ну, вроде я сейчас красивая, пистатенькая. И вы так нафоткались, а потом смотрите, понимаете, блин, какая страшная. И вы больше не раскрепощаетесь, ну, на фотках, типа, не позируете, как хотите, и не... Ну, и вы в одной какой-то зажатой позе там находитесь, стрёмной, странной, и всё. Короче, как это решить? Нужно много фоткаться и искать плюсы в каждой фотке, эстетику в каждой своей фотографии. Выберите хотя бы более-менее, которая вам нравится, и тогда их в фотошопе херачьте. Тогда вам получше будет. Просто это реально проблема, которая, ну, многие с ней даже не борются. Там Юля Пушман, ну, вот она просто регает, типа. Она говорит, ну, да, и у меня там, это, прыщей у неё, да, там она, ещё что-то у неё какие-то проблемы. Она говорит, ну, ещё я вот отрегалась, а ей мне заебись. Поэтому, ребят, делайте так, как вам удобно. Не обязательно подстраиваться, там, как-то фоткаться. Ну, как найти ракурс? Ну, я вот просто сажусь такая. Типа, вот так можно как-то. Короче, вот так. Хотела когда-то поменять себе имя. Нет. Никогда не хотела. Зачем это делать? Ну, я не понимаю тех, кто меняет имя. Блядь, ну, неужели вы к нему не привыкли, типа? Что, блядь? Как можно поменять имя? Тебе его дают отрождение. Как оно тебе потом может не нравиться? Ну, что за бред? Я не понимаю, как это может произойти. Это происходит не потому, что вот... Знаете, короче, я вам скажу такую вещь. Охуенно. Может быть, кому-то поможет. Просто мне это реально помогает, когда мне супер хуёво. Ну, у меня вообще прям шиза, блядь. Поэтому мне сложно прям помочь, вот, чтобы заявить всё было. Но это меня успокаивает. Короче, если вы считаете, что, например, вы страшный, там, или страшный, вы некрасивый, некрасивый, ну, одеваетесь стрёмно. Если вам кажется, что вы, там, блин, жирная или худая слишком. Если вам кажется, что, там, ваш молодой человек, там, страшный. Вы достойно лучшего или лучшей девушки. Просто на секунду. И вам не нравится ваш человек, или вы сами себе, да, чем-то. Там, не знаю, может, вы глупая, там, или глупый, и так далее. Чем-то не нравится, что-то вам в себе не нравится. Представьте на секунду, что никого нету в этом мире. И такого, конечно, никогда не будет. Но просто представьте, что вот никого нету в этом мире. Если вы один или одна, и, ну, либо с вашим молодым человеком или девушкой, да, ну, смотря, там, в чём проблема, с чем у вас проблема, какая проблема у вас. И подумайте, и вот никого нету, ничего нету. Вам хорошо? Вы себя нормально, типа, чувствуете? Вот вам нормально, типа? Вот, например, вы, там, считаете себя толстой. А вот если представить, что никого нету, вот нету, вот убрать этих людей, эти взгляды на вас, какие-то слова, да, которые вам бросают в спину, в лицо обидное что-то, или вашему молодому человеку, вот вам комфортно идти, если никого нет? Если вот никого бы не было и так далее. Вот если вам комфортно, когда никого нет, это значит, что вы себя любите, потому что, ну, типа, наедине с самим собой вы себя любите, значит, что на вас влияет просто общество ебаное, которое вас хуесосит. Надеюсь, я нормально донесла мысль? Я не психолог, я просто попыталась как-то, ну, вам помочь. Надеюсь, что я помогла. Короче, я нормально вроде донесла мысль о том, что, если вам хорошо, когда вы одни, и вы себя не чувствуете закомплексованно, вы себя чувствуете просто потрясающе, значит, что на вас влияет ебаное общество. А если, наоборот, в обществе вы себя чувствуете заебись, но в одиночестве хуёво, значит, вы себя хуесосите. Проблема у вас в башке, ваша личная проблема. А если у вас и на улице хуесосит, и вы себя хуесосите, это уже какая-то в совокупности проблема, как у меня. Но это решать нужно только... Понимаете, вот эта хуйня, вот лично у меня, вам никто не поможет, типа, но вам будет просто потихонечку остановиться лучше. Это огромный длительный процесс, чтобы полюбить себя. Вам будет помогать ваша девушка, ваш молодой человек, ваша мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. Вам важно найти человека, который бы вас понимал, и который бы вас поддерживал. Не важно, в каком лице, да? Ну, понятнее дело, что должен быть человек, чтобы с вами разговаривать. Вот. Тетя, дядя, там, не важно кто. В общем, потому что, понимаете, я сейчас объясню, типа, не то, что здесь должна быть зависимость от какого-то человека, что вы там без этого человека больше не проживете, а кто мне будет дарить там позитив и мою самооценку, да, этот человек ушел из моей жизни и забрал мою самооценку. Нет. Вы просто должны, как бы, понимаете, вот такая хуйня должна быть еще, чтобы вы отдавали и вам давали, чтобы был взаимный энергообмен. То есть, типа, вы комплимент человеку, вам комплимент прилетает. Понимаете, еще задумайтесь, может быть, вас там хуесосит, потому что вы токсик, потому что вы там сами всех, ну, вот, хуесосите токсик. Может быть, потому что вы ставите себя выше других, числая слишком, да, и одной, ну, типа, и, может, вы неуважительно к людям относитесь, может быть, вы, ну, вот, что-то вы, может быть, не так делаете. Задумайтесь просто, не обвиняйте себя, не хуесосите себя, а именно просто реально задумайтесь, что я делаю не так. Типа, почему так происходит? Вот, потому что я очень много думала, типа, почему меня ненавидят там в школе, просто там в детском садике, подружки завидуют постоянно, пацаны бьются за меня, и те, кто мне нравится и не нравится, а мне они почему-то надоедают. А, ребят, потому что у меня вот эта вот корона, нахуй, выше крыши, блядь, вперед, понимаете, моя самооценка заходит первая, блядь, в здание. Вот. И потом уже я, Женя, моя внутренняя часть, то есть моя чувственность и так далее, блядь. Вот, а первым делом заходит моя ЧСВ и самооценочка невъебическая. Что я могу на это сказать? То, что, ну, просто нужно, вот, понимаете, у вас нормально, что самооценка заебись, просто не все захотят вас узнавать, и вы тогда должны быть готовы к тому, что не все захотят быть с вами, не все на вас будут реагировать адекватно. Короче, сейчас объясню, блядь, что-то я заебанная уже, блядь, у меня прям башка кипит, нахуй. Очень много говорю на эту тему, и буду тогда говорить, давайте продолжим. Короче, смотрите, просто задумайтесь, типа, вот если вы хотите, чтобы вам люди, люди к вам, там, все, вот, всем нравятся, тогда вам придется подстраиваться под каждого. Вы должны понимать, там, что вы идете в какую-то компанию, вы должны сразу узнать, что за люди, или по-тихому зайти, и там присмотрелись, шумят, начинаете шуметь. Присмотритесь, там, все тихо сидят, сидите тоже тихо. То есть, если хотите, чтобы вас все любили, то подстраивайтесь под людей. Если вы хотите, чтобы, там, например, вас никто не хуесосил, не обижал, попробуйте всех жалеть. Знаете, такой вот бы девочка, которая, или мальчиком в школе всех, там, это обнимают, типа, непереживаемая, хорошая, вот эти вот, блядь, великие психологи, тогда вот, типа, подстраивайтесь под ситуацию, понимаете, вы сами строите свою жизнь. И вот из-за такой херни, как я плохо получаюсь на фотке, отсюда очень много всего вытекает, там, я страшная, отсюда тоже много чего вытекает. Если вы говорите, что вы страшны, значит, вы себя ограничиваете в какой-то одежде. Если вы говорите, что вы глупые, вы себя ограничиваете в общении с какими-то людьми, в поездках. То же самое связано с красотой. Какие-то поездки, моря и так далее. Вы не можете себе позволить что-то там надевать, с кем-то общаться, куда-то там, блядь, в общем, вы себя очень ограничиваете, на самом деле. Вот очень сильно. Вы считаете, что там вы недостойная мальчика какого-то или девочки какой-то. Просто вы должны понять такую вещь, что вот я сейчас объясню вот эту фразу «пока себя не полюбишь, тебя никто не полюбит». По-моему, я уже объясняла, но объясню еще раз вот эту херню. Понимаете, вот себя не полюбишь, это не говорит о том, что вы должны себя, блядь, обожествлять. Вы должны просто не жаловаться, типа, другим людям о том, как у вас все хуево, не ходить с кислой миной. Понимаете, если вы будете грустным человеком, к вам никто не подойдет. Вы должны наполнять других людей чем-то, чтобы получать что-то взамен. Поэтому, когда вы, там, например, «почему со мной никто не дружит?» «Почему со мной, там, не хотят встречаться?» Или «почему меня все хуесосят?» Подумайте, а что вы такого делаете? Почему вас, типа, хуесосят? У меня проблема была в том, что просто, ну вот, моя самооценка, типа, я просто себя так ставлю. Я... Это уже зависть. Это уже чисто вот людская такая черта. Я, безусловно, общалась со всеми, даже с этими завистливыми людьми. Я с ними находила общий язык. Но это просто такое вот общество ебаное. Ну, конечно, а кто будет счастлив общаться с девочкой со мной, которая целеустремленная, умная, красивая, обеспеченная, семья обеспеченная, которая просто говорит... Я тогда уже говорила, что у меня все будет заебись. Я буду зарабатывать, я буду туда-туда-туда-то, и все. И я буду дальше хуярить. Я хуярю, как ракета, прямым рейсом прямо в гетто. То есть, ну, когда спрашивают, что-то я заявляю о себе. Люди не любят такое. Люди любят, что... Вот наше общество ебанское. Это, блядь, рабы сраные. И, типа, люди любят, чтобы поклонялись, и чтобы все вот так присмыкались, нахуй, на заводы шли ебашить. И все. Есть элита, есть челядь, блядь. И то же самое, типа, в обществе, то, что... Ну, там же тоже были свои касты в школе. Типа, кто-то, ну, пиздец, там, крутые чуваки, а кто-то там челядь, ну, вот как раз-таки, да, эти люмпины, блядь. Или люмпены? Люмпины, по-моему. В общем, ну, то есть, понимаете, да? Типа, вот, хуесосы уебаны, и о, блядь, элита, ебать. Ну, то есть, вот такая хуйня. Это всегда везде. А я просто ни в какую касту не вписывалась, мне охуенно одной, блядь. И я не собираюсь, типа, ни под кого подстраиваться. И все всегда тянулись ко мне. Вот и все. И я не говорю, что вы, там, должны быть таким человеком, может быть, вы интроверт, может быть, вы, там, этот, кто там, сангвиник и так далее, да? Холерик. Я холерик, типа. Короче, не важно, какой вы психотип, да, и где вы, там, какое место в обществе занимаете. Главное, чтобы вам, блядь, было комфортно. Поэтому не хуесосите себя. Это мораль всего того, что я сейчас духуя сказала, говорит о том, что просто любите себя. А как полюбить себя, это значит не хуесосить себя, это значит не говорить никому о своих проблемах. Именно вы можете говорить, точнее, о проблемах, неправильно выразилось, но не ныться. То есть вы должны, если у вас есть какая-то проблема, моментально ее решать. Не нужно раздувать. Если вас что-то беспокоит, будьте готовы к тому, что вы должны все, блядь, рассказать об этой проблеме, чтобы все вот так вот выложить на стол и решить ее. Но не постоянно человеку долбить, блядь, одну и ту же свою проблему, чтобы человек в ахуе просидел, думал, блядь, ты заебал со своими проблемами. Если вам когда-нибудь такое говорили, значит, что вы просто одно и то же, одного и того же мужика мусолите. Несколько встреч с подругой, это заебывает. Не знаю там, может быть, у вас там проблемы в семье, и вы одну и ту же там историю какую-то рассказываете. Или не можете там с мамой помириться со своей, да. То есть, ну, просто научитесь решать все проблемы. И все, мои хорошие. У вас вообще проблем не будет. И не будет у вас мыслей там о плохом. И как, вот, кстати, себе поднять настроение, не ходить таким мугрюмым, блядь, уебищем лесным, нет. Типа, просто делайте то, что вам нравится. Типа, хотите где-то покушать, мама просто зашла, пока рано, я сейчас к ней пойду. Если хотите что-то скушать, позволяйте себе. Хотите какую-то вещь получить, накопите или купите, пойдите. Никогда себя не ограничивайте. Но вы должны быть уверенными, что вам доставит удовольствие то, что вы себя приобретете, то, куда вы пойдете. То есть, я имею в виду, что, понятное дело, что вот, если вы идете на тусовку, то это не факт, что вы получите удовольствие. Но если вы желаете этого, хотите безумно что-то купить или поехать, то есть, это желание, да, не просто, блин, ну, надо купить, чтобы себе поднять настроение. Нет. Это должно быть, блин, я так хочу это купить. И это реально то, о чем я мечтаю. Или я реально хочу туда поехать, я хочу потусить, я хочу отдохнуть. То есть, вот с такими вот настроем, да, езжайте. Поезжайте, короче. Так. Как доступно объяснить мальчику, что он мне не нравится? Мы с ним даже не вместе. Ну как, напрямую нужно разговаривать с человеком напрямую. Что меня бесит в моем мужике, блядь, к слову сказать, нахуй. Это пиздец, Майс, если ты это посмотришь, я тебе это в миллионы раз повторяю, у меня мужик вообще не умеет, блядь, разговаривать, он просто молчит. Короче, это я к слову сказать, блядь, сказала Майс. Я хочу, чтобы ты больше со мной говорила. Он просто делает, он не говорит, он, блядь, делает. Это охуенно то, что он делает. Ну, блядь, он очень много в себе держит, меня это бесит. Ну так, к слову сказать. Как доступно, в общем, снимать, что он мне не нравится? Блядь, ну разговаривать, соответственно, ребят, не держать ничего в себе. Ты его, наверное, держишь, потому что, ну, боишься, там, не с кем общаться будет, не с кем проводить время, типа, блядь. Ты себя, ну, почувствуешь там одиноко, что ты там уебанка, никому нахуй не нужна. Что он, блядь, вот сольется, а кто у меня останется? Девочки, это все хуйня. Вы мне пиздите. Чуваку скажешь, пошел нахуй, он уйдет нахуй. Чуваку скажешь, ты мне не нравишься, отвали от меня. Он отвалит от тебя. Отвалит так, не удержишь, блядь, вообще, реально. Уйдет навсегда из твоей жизни. Значит, говорите неправильно. Либо ты его привязала, блядь, если вы общались годом, ты ему отношения обещала, пососалась с ним. Тоже вот, сука, вы даете надежду, что мальчикам, что девочкам, они потом страдают. Человек не может беспощадно, типа, ой, я тебя люблю, ты мне нравишься. Ну, значит, время какое-то прошло. Либо долбоёб, если там на третий день признание в любви, блядь. Вот. Именно в любви, да, не влюблённость, не нравишься, там, а и в любви, блядь. Нравилось девушкам, а не тебе? Да, девушкам я постоянно нравлюсь, мне, ну, я уже рассказывала, говорят часто, что, типа, я из-за тебя теряю свою гетеросексуальность. Я задумывалась над тем, что я бисексуалка, когда-то вот давно, когда вот я ходила по кей-клубам, блядь, буквально полгода назад. Ну, у меня были мысли по поводу моей бисексуальности, но нет, типа, ребят, я чистая гетера, и я в этом уверена на миллион процентов. Может быть, когда-нибудь для разнообразия я попробую с девушкой, но это будет не потому, что я хочу, я люблю девушку, а потому, что просто это вот сексуальное какое-то желание возникнет, не более, типа, любви у меня к девушке никогда не будет. В своей жизни я хочу связать с мужчиной, и, ну, если не будет достойного, то рожоя, кое, я уже говорила, и, типа, ну, я вижу себя с мужчиной и детками. Я не вижу, там, шведскую семью, еще жену свою. Я такого не вижу. И искренне считаю, лично мое мнение, что это просто какое-то сексуальное желание, типа, потому что, ну, мне сложно, как гетеросексуалке, понять, типа, как можно любить свой же пол. Я ни в коем случае не осуждаю, и когда-нибудь осуждала, никогда, ЛГБТ вообще нет. Я считаю, что их ухуесосить нельзя, и все такое. Просто, ну, нейтрально я отношусь, отлично я. Я против, там, выебонов против ЛГБТ, говорю, господи, кто хочет, так и дурочек, кто хочет, пускай так и живет. Я вообще, реально, я никого не хуесосю. Просто, лично мне по поводу ЛГБТ, мне непонятно, неужели неинтересно познать тело другого человека, типа. Ну, ты свое тело, писью, попу, сисью, видишь, ну, постоянно. Как, я не понимаю, как это в голову приходит, что тебе не нравятся мальчики. Может, ты достойного не встретила, или мужик достойного мужика не встретил. Я считаю, что это чисто сексуальная какая-то потребность, потому что, лично, может быть, у меня, мне встречаются лесбиянки и геи, которые чисто, постоянно ебутся, у них очень много партнеров, ну, либо мужчина, если он гей, либо женщина, если он, она девушка, соответственно, лесбиянка, да, просто я, вот, ну, в основном, это просто какое-то сексуальное предпочтение у людей. Я одну только пару вот видела, типа, какой-то опрос был на ютубе, где они, женат 10 лет мужчины, и, ну, у них, как они говорят, вроде все прекрасно, детей там нету, но это кто как хочет, типа, хотите, не хотите детей, неважно, просто, типа, вот, ну, я не могу до конца понять, ну, значит, такая любовь, наверное, и все, типа, ну, вот, просто я свою точку зрения высказала, мне лично, вот за себя могу сказать, интереснее познавать тело, которое мое, я уже познала все, а я хочу познать тело другого, противоположного пола, правильно, правильно, и по поводу вот лесбияночек, я еще раз говорю, для меня это какая-то сексуальная утеха, чисто, у меня, кстати, был опыт с девушкой, был, когда-нибудь я вам об этом расскажу, когда созрею, вы не думайте, что я это просто так от балды, да, как это, не плавали, не знаем, блядь, просто нихуя, у меня был опыт с женщиной, очень большой такой опыт, и все, все было, что только могло быть, вот, мне было некомфортно, вот, это бы длилось недолго, там, другое вообще было, там была идея не лесбийства, типа, опознание тела, как, короче, обучение на женщине, как сосаться с мужиком, поняли, вот, и свои точки G, соответственно, но не более, не менее, то есть, типа, может, я не знаю, этот, я не Володик с целью, вот эта латентная лесбушка, нет, но я гетеро, типа, я в себе уверена, абсолютно, своему мужику я никогда не изменю, типа, с телкой, ни в коем случае, потому что, ну, мне, я не заинтересована, вообще, вот, на это было очень давно, это можно считать лесбийством, то, что это у меня было очень рано, где-то в 9-10 лет, считается, нет, да, так рано у меня было, но об этом поподробнее, когда-нибудь расскажу, если вы заинтересовались, так, что делать, если я не могу принять свою внешность, я это уже вот рассказала, типа, только что, как ты выпустила свою одежду, это моя одежда купленная, я ее перепродаю, например, мне приходят на размер меньше или больше, у меня же как, я одежда, у меня очень много одежды, которую я один раз надела, и потом я ее, ну, она у меня просто лежит без дела, а вам нравятся какие-то шмотки, я просто их перепродаю вам, ну, типа, а что, у меня все в идеальном состоянии, почему бы нет, как думаешь, пауза равно свободное отношение, или пауза равно расставание, знаете, как скажу, если ваш молодой человек или девушка делает паузу в отношениях, это, ну, все, это конец, ну, ребят, ну, какие, типа, о чем речь, какие это, это вообще не отношения, когда, понимаете, когда вы друг друга любите, вы можете сказать, там, мать, давай, вот, как, я уже успела устать от своего молодого человека, у нас там был инцидент очень неприятный, и мы как бы, ну, я ему написала то, что я два дня буду работать, и он такой, типа, я тоже, и все, типа, и мы отдохнули, и, конечно же, я через день уже безумно соскучилась, ну, я и так о нем думала, ну, типа, я понимала, что надо отдохнуть, что слишком рано, если мы сейчас уже созвонимся, там, и так далее, и он мне звонит на следующий день, буквально даже, блин, ну, прошло сутки, и там, может, часов восемь, и он мне звонит, типа, такой, Женя, ты как вообще, что, чего, то есть, понимаете, вот так вот можно поступать, когда просто, ну, устали, может быть, что-то повлияло, там, на то, что вы так, друг другу, ну, стычка, да, какая-то состоялась, или просто там, что-то недопонимание какое-то, это еще окей, типа, передышка, вот такая передышка, что я в работу, ты в работу, но когда вы паузу берете, пауза, это конец, какая пауза, блин, может быть, вы любите, если вы любите друг друга, нравитесь друг другу, влюблены в друг друга, то, ну, о какой паузе вообще может идти речь, типа, никакой паузы быть не должно, решайте проблемы по факту, не надо уходить от проблем, если вы будете, сука, мать, вот если ты посмотришь тоже это видео, я своему мужику тоже самое сказала, вот он любитель, блядь, он просто молча, он вообще не конфликтный, блядь, человек, я уже говорила, просто уходит там куда-то, просто молчит, и, блядь, знаете, вот он что-то там, ему не понравится, что я сделала утром, он это, блядь, сука, только к вечеру припомнит, когда уже, блядь, 100 миллион вещей каких-то произошло, и я уже все забыла, это было давно и неправда, блядь, вот, короче, решайте все сразу по факту, ничего в себе не держите, все строится из младчей, потому что, вот вы себе напридумываете, а потом будет страдать, будете страдать вы и ваша вторая половинка, вы себе что-то придумаете, она себе что-то придумает, и так далее, зачем, нужно не вот в мыслях вот этих вот своих, купаться, да, а по факту все, решать все вопросы, и, собственно, тут то же самое, если никакой паузы не бывает, не бывает паузы, нам надо взять паузу, это что вообще такое за выражение, нам надо взять паузу, иди ты нахуй, тогда расстаемся, блядь, какая ебать пауза, ебать, 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 у меня прям, понимаете, меня бесит начинать, я даже повторяюсь, потому что, ну реально, какая пауза, о чем речь ты, о чем вообще говоришь, мать, какая, блядь, пауза, для меня это непонятно, зачем это, не хочешь вернуться к меньшим размерам губ, нет, не хочу, я всегда хотела большие пухлые губы, и мулата, так, почему губы стали меньше, вы ебнутые, что ли, сука, я накачаю, что способствовало твоему решению стать блогером, я всегда любила находиться в центре внимания, забирать все взгляды, собирать на себе, я всегда знала, что я могу что-то дать людям, меня всегда все слушали, это было еще с детского сада, проявлялись такие мои качества, как ораторство, поэтому, ну типа, мне нравится, короче, то, чем я занимаюсь, ну безусловно, я с этого получаю, имею доход, конечно, мне это нравится, блядь, ну кому не нравится, вот, хотела бы себе сделать персинг, нет, во сколько лет начала курить, начинала ли ты с сигарет, да, сигарет начинала, что нравится, мне нравится в своей внешности, блин, это очень сложная тема, я не хочу вообще говорить о себе, потому что я самая большая проблема такая, вот, в принципе, я себя люблю, скорее всего, это не то, что у меня какая-то проблема, а, ну, мне всегда доставало внимание, в принципе, в детстве, или, может, не доставало, не знаю, я не помню этого уже, так, тщательно, короче, мне, ну, я не знаю, блядь, ребята, в общем, давайте не обо мне, ой, блядь, Варя орет, пизда рулю, Варя не хочет делиться игрушками, отношения с бывшими, у меня всегда были отношения, очень, не очень, потому что, это было что-то типа, просто малолетней какой-то любви, шароёбились по падикам, гуляли где-то, посасывались, непонятно как, короче, это не серьёзно, это не взрослые отношения, это просто, ну, типа, бесперспективная какая-то хуйня, и мои мужчины, которые были, да, они, не могу даже их мужчинами назвать, это просто мальчики, которые, ну, блин, понимаете, мне важно, чтобы вот на данный момент отношения к чему-то шли, я не хочу просто так отношения, я хочу, чтобы мы, ещё раз говорю, к чему-то шли, не просто бесперспективное хуйло, какое-то было рядом со мной, блядь, а был мужчина, который, ну, я хочу ему мужика, который к чему-то стремится, который учится, который там зарабатывает, который знает, что там в перспективе у него будет, кем он хочет быть, куда он хочет пойти, я не хочу себе долбоёба, как Лёха вот у меня был, блядь, Максим у меня был там мужик, этот кто-то у меня ещё-то, блядь, был, блядь, забыла, 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 Дима, по-моему, короче, вот не хочу долбоёба, мне неинтересно, типа, просто это, какое-то времяпрепровождение, бесцельное, я хочу именно вот, что-то посерьёзней, были периоды жизни, когда прям всё выпиздеют, конечно, были, у всех были, боже мой, о чём жалеешь больше всего в жизни, ни о чём, вообще ни о чём, зачем о чём-то жалеть в этой жизни, вообще зачем, если, вот, если это уже свершилось, какой смысл, блядь, о чём-то жалеть, вот, знаете, как, вот там двойку поставили за тест, она, блядь, сидит и ревёт, нахуя ты ревёшь, вот хуй ты ревёшь, синдром отличницы, блядь, и чё-то, и чё, и пошёл нахуй твой синдром, типа, в чём проблема, зачем ты ревёшь, реветь можно, вот знаете, когда, блядь, по факту, вот, что-то сейчас, какой-то пиздец, и ты понимаешь, что сейчас это произойдёт, вот это да, вот это можно зареветь, но я бы вместо того, чтобы реветь, даже если бы я хотела реветь, я бы ревела и что-то делала, решала бы проблему, а не вот это вот хуйнёй страдания, блядь, ой, боже мой, что происходит, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот они, блядь, ой-ой-ой-ой-ой, у них нахуй, чё, ой-ой-ой-ой-ой-то, блядь, решай вопрос, изменила я любимому человека, любимому не изменяла, было такое, что позорились, позорилась где-либо, ну, когда я по сайтам на заправке ходила, блядь, туалет, который не закрывался, да, вот для меня это позор, типа, ну, такая красивая девочка, блядь, в луи-вагоне, нахуй, и это, сыт, в толчке, в открытом, в каком-нибудь бы хач, знаете, подошёл бы, посадь дверь, вот так вот бы отворила, я бы просто с голой жопой, с унитаза бы вот так слетела, вперёд, ну, то есть ужас, как тебе бульвар депо, очень нравится, были отношения на расстоянии, да, вот, у меня был Лёха, отношения на расстоянии, я вам рассказывала, хуйня это всё, хоть мы с ним и видели в жизни, но с ним отношения мне вообще не понравились, это были ужасные, ну, типа, не прям ужасные, он меня не пиздил, ничём мы не срались, ну, просто это были бесперспективные какие-то отношения, я его вообще никогда не любила, началась мутить, так потому, что вы меня заебали просто, с тем, что, найди уже себе парня, ну, всё, типа, но мне, он был мне неинтересен, он очень много пиздит, он очень много, блядь, говорит, он нихуя не делает, вот, реально, такой человек вообще, ну, я не буду его прям супер так хуесосить, я по факту разъёбываю, ему, наверное, не нравилось во мне, что я какая-то вспыльчивая прямолинейность моя излишняя, да, наверное, вот, но, типа, по крайней мере, я считаю, что всю мою вот эту вспыльчивость перекрывает моя безусловная доброта, блядь, когда я его поддерживала, в дохуя моментах, и как он со мной поступил, это отвратительно, когда, ну, был слив и номера, и он там подключил остальных блогеров меня и блокировали, то есть, ну, вот такой вот долбоёб у меня был, понимаете, что это за отношения, что это за любовь, что это такая за влюблённость была, разошлись на хорошей ноте, в итоге вот так вот человек поступает, зачем так поступаешь, сейчас-то уже похуй, год прошёл как бы, да, но вот вы спросили про отношения, я это помню, безусловно, но этот человек не остался в моём сердце, он остался в моей голове, как неудачный опыт, хотела когда-нибудь в жизни стать лесбиянкой, да что же меня заебали-то, блядь, нет, не хотела, с девочкой у меня был опыт чисто по причине того, что я хотела научиться, чтобы потом перед мальчиком не позориться, а эта девочка так и говорила мне, что мы с тобой просто, тренируемся, на самом деле она была у меня влюблена, потом он, там вообще Санта-Барбара, могу рассказать эту историю, про то, как я чуть не стала лесбиянкой, а кстати, может реально заснять вам сейчас такой видос, да, сейчас отсниму вам, давайте последний вопрос, как считаешь, ты удачливая? да, да, я очень удачливая, фортуна мне постоянно улыбается, реально, я очень удачливый человек, и умный, в общем, всех люблю, целую, всем пока, 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 Продолжение следует...